Диаболы 4 Диаболы 4 Но сначала о новинках из мира высоких технологий. А точнее о смартфоне Камон 35G, лёвое от компании Текно. И он, прямо скажем, не подкачал. Судите сами. Мощный процессор Mediatek Dimensity. 12 гигабайт оперативки. Причём этот объём можно удвоить за счёт постоянной памяти. А её тут, кстати, 512 гигабайт. Амолед-экран с диагональю почти в 7 дюймов. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч плюс ультра-быстрая зарядка на 70 Вт. Ну и, конечно, камеры. Например, основная. С разрешением в 50 мегапикселей и оптической стабилизацией. Или вот фронталка с автофокусом. Причём тоже 50 мегапикселей. А ещё этот смартфон прирождённый из теляга. Его задняя панель выполнена из кофейной эко-кожи, которая была создана по уникальной технологии переработки остатков кофейной гущи. И вся эта красота сейчас стоит меньше 20 тысяч рублей. Убедиться в этом можно по ссылке в описании. Sony наконец-то презентовала обновлённую версию пятой плойки. Как стало известно, PlayStation 5 Pro отрастила себе более мощный видеочип, а потому оказалась шустрее базовой модели чуть ли не в полтора раза. Также была улучшена трассировка лучей и добавлена поддержка искусственного интеллекта, что позволит повышать разрешение картинки. То есть нейросетевой апскеллинг. Ну, если говорить по-модному. В общем, Sony клянётся и божится, что уж 60 FPS в разрешении 4К новая консоль выдавать точно сможет. Кстати, в продажу она поступит 7 ноября. Цена вопроса 700 долларов в Штатах и аж 800 евро в Европе. Да, весьма кучеряво. И это при том, что дисковод придётся покупать отдельно. Добавлю, что на старте заявлена полноценная поддержка примерно полусотни игр. В их числе, например, Японский Ассасин, Хогвартс Легаси, а также сиквелы Алана Уэйка, Человека-паука и Драгонс Догма. Попал в этот список и мультиплеерный шутер Конкорд. Но кто же знал, что его так быстро закроют? Остальные игры на новой плойке запускаться, разумеется, тоже будут. Но красоты там окажутся, ну, не такими завораживающими. Тем временем проверенный инсайдер Том Хендерсон посчитал важным сообщить, что на создание PS5 Pro ушло немногим более полутора лет. Причём техническая команда не пропустила ни одного дедлайна и уложилась точно в срок. Ну а это, по нынешним временам, настоящий производственный подвиг. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. А вот у шестой GTA с пунктуальностью могут возникнуть проблемы. По сети пошли разговоры, что игру перенесут с осени 2025 года на начало, а то и середину 26-го. Сами рокстары это никак комментировать не стали. А вот известный правдоруб Джейсон Шрайер не удержался и связался по своим каналам с несколькими сотрудниками компании. И все они, как один, сообщили, что ни о каких переносах не слышали. То есть все эти разговоры вроде как полная чушь. Однако сам инсайдер не исключает, что перенос всё же может случиться. Дескать, с рокстарами ни в чём нельзя быть уверенным. И это правда. Вот, например, недавно компания «На ровном месте» вляпалась в небольшой скандал. Её представители связались с лидером британской поп-группы Heaven 17, чтобы купить права на песню Temptation. Причём права не абы какие, а вечные. И предложили за это баснословные 7,5 тысяч долларов. Понятно, что речь идёт о коллективе, чьи лучшие годы остались в далёком прошлом. Ну, примерно в конце 80-х, если говорить точнее. Но предложенная сумма в любом случае выглядит очень скромно. В общем, музыкантов всё это так оскорбило, что они даже выявили свой конфликт с рокстарами в публичное пространство. После чего прилюдно послали своих обидчиков по известному адресу. Отстой, пи***й! 80-е говно! Засранец! Space Marine 2 наконец-то вышел и уверенной поступью отправился прямиком к успеху. Онлайн в Стиме в день релиза, например, превысил отметку в 225 тысяч человек, что стало рекордом для игр по вселенной 40-тысячного Warhammer. Попутно разработчики похвастались, что всего за сутки сиквел разошёлся тиражом в 2 миллиона копий на всех платформах. Свою лепту в это, конечно, внесли предзаказы, но в любом случае Император может быть доволен. С каждым маленьком ребёнке и мальчишке и девчонке есть по 200 грамм с ручатки. А вот у Юбисофт всё плохо. Инвесторы разочарованы как продажами игр, так и плачевным положением дел внутри компании. Дошло до того, что глава одного из хедж-фондов, который владеет миноритарным пакетом акций Юбиков, даже накатал гневное письмо. Мол, потенциал-то у французов ого-го, но руководство издателя ведёт бизнес крайне неэффективно. И неплохо бы уже принять какие-нибудь меры. Например, свалить с фондового рынка, чтобы не портить жизнь добропорядочным инвесторам. После чего цена акций Юбисофт упала ещё на 7%. Неважно, обстоят дела, и у Destiny 2. Её месячная аудитория в Стиме опустилась до рекордно низкой отметки за всё время пребывания игры в магазине Габена. А в нём она появилась, между прочим, ещё осенью 2019 года. Причём нынешний показатель аж в четыре раза ниже июньского, когда вышло дополнение The Final Shame. Нелегко приходится и контент-мейкерам. Недавно на Ютубе забанили нашу любимицу, стримершу Амурант. Ей, конечно, к бане не привыкать, но если Твич банит как бы любя и временно, то вот Ютуб всерьёз и навсегда. А теперь о надёжной технике. О мониторе DIGMA OVERDRIVE, модель 24P410F. Диагональ 24 дюйма. Подойдёт и для работы, и для игр. Особенно хорошо будут смотреться шутеры, потому как в основе этого монитора лежит быстрая APS-матрица. Частота обновления составляет аж 200 Гц, а время отклика — одну миллисекунду. Для динамичных игр — то, что доктор прописал. Разрешение экрана Full HD, что позволит даже не на самой мощной системе запускать игры с высокими настройками графики. Имеются мониторы и поддержка технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync, которые уберегут картинку от разрывов и прочих артефактов. Из прочих плюсов отмечу антибликовое покрытие, фильтр синего цвета и отсутствие мерцания. В общем, защита зрения тут на уровне. Ну и, конечно, цена. Она у монитора крайне приятная. Ссылку ищите под роликом. Тем временем датамайнеры продолжают добывать информацию о Half-Life 3. Новостные шахтёры уверяют, например, что в игре не будет открытого мира. Вместо этого её разобьют на ряд больших локаций, наподобие того, как это было сделано во второй части. Также Valve якобы делает ставку на реиграбельность и улучшенную разрушаемость. А вот Microsoft свою систему разрушаемости тестирует прямо в реальной жизни. То есть разрушает своё собственное игровое подразделение. Было объявлено, что работой лишится ещё 650 бедолаг. Но всё это, разумеется, ради общего блага. Что же касается блага тех, кто оказался на улице, то и тут внезапно нашёлся повод для оптимизма. Прошу вас, продолжайте. Неожиданное откровение выдал недавно один из бывших руководителей европейского подразделения PlayStation. Дескать, в массовых увольнениях, которые уже стали обыденностью для игровой индустрии, виновата не корпоративная жадность, а циклы. Сейчас вот экономика на спаде. Но явление-то временное и скоро пройдёт. А пока бывший босс советует всем уволенным пойти работать таксистами. Ну или просто годик отдохнуть. Главное — держать руку на пульсе, чтобы не упустить момент, когда положение дел в индустрии внезапно наладится. Я так-то тоже... Разработчик игр. Ну что, нет, это для души так. Это я тут отдыхаю. Я люблю путешествовать за рулём просто. Переходим к новостям сериалов. На очередной церемонии вручения премии Эмми сразу две награды забрал амазоновский Fallout. Причём какие награды? Первую выдали за музыкальное сопровождение, а вторую — за сайт Vault 33, который устраивал посетителям экскурсии по убежищу. Настоящим же триумфатором церемонии стал сериал «Сёгун», на счету которого оказалось сразу 14 наград. И это, между прочим, новый рекорд. Спасибо. Вы любите меня. Вы действительно любите меня. Ну и под конец немного дичи. На этот раз домашний. Некий любитель вуконга решил поприкалываться над женой и попросил её одолеть одного из тамошних боссов — тигра Инь. Наконец-то достойный соперник. Наше сражение станет легендарным. Расчёт заключался в следующем. Противник был выбран весьма суровый, а супруга в играх вроде как вообще не разбиралась. Но любила всё китайское. Результат виделся предсказуемо. Однако жена оказалась не промах. И пусть не с первого раза, но очень быстро тигра завалило. Так что шалость не удалась. Зато, наверное, получилось сбагрить супруге ещё парочку боссов, которые благоверный не смог победить самостоятельно. Ну вот и всё на сегодня. Спасибо за поддержку на Бусти. Подписывайтесь, если ещё этого не сделали. Не забывайте про нашу ламповую группу ВКонтакте и уютную телегу. Увидимся на следующей неделе. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова